всем большой привет добро пожаловать на мой канал и сегодня вас ждет очень интересное видео и достаточно таки серьезное так что приготовьтесь внимательно слушайте и давайте начнем вот с такими ногтями ко мне пришла клиентка ногти растут достаточно быстро и она их постоянно подстригает каждый раз я ее ругаю и каждый раз она их подстригает сколько можно раз повторять клиентам что лучше длину убирать с помощью пилочки то есть подпиливать и есть еще небольшая особенность клиента этого и она мне еще раз повторюсь разрешила об этом рассказать у клиента сахарный диабет и как раз таки хочу вам рассказать как же работать с такими руками какие вообще есть особенности при работе с клиентами у которых есть сахарный диабет ну и также конечно же это будет тем полезно у кого ну совсем ничего не держится есть один из способов и сегодня также вам про него расскажу для начала мы снимаем покрытие снимаем твердосплавной фрезой на 20 тысячах оборотов здесь большие обороты не ставлю далее я начинаю подпиливать форму у клиентов у которых ничего не носятся ни в коем случае не делаю четкий квадрат то есть либо выбираем мы овал либо мягкий квадрат здесь мы форму выпиливаем такую которая удобно клиенту то есть это что-то между овалом и между мягким квадратом самая самая оптимальная форма самая удобная и самая наверное носибельная аккуратно подпиливаю боковые параллели немного их чуть-чуть заужаю хотя это делать нельзя но клиентка очень просят говорит что если я это не сделаю дома она подпилит сама поэтому конечно же я к ней прислушиваюсь далее чуть-чуть убираем толщину с торца так как когда мы подпиливаем торец толщина у нас вылезает на этом клиенте я всегда использую бафики вот такие бафики заказала у меня не были разных фирм но последний раз я заказала себе от мальти не целую упаковка за 350 рублей там их целых 50 штук общем очень удобно каждый баф на одного клиента поработал и выкинул дальше приступаем к обработке кутикулы мы аккуратно отодвигаем и зачищаем птериги обратной стороны пушера самое важное работать именно очень и очень аккуратно не старайтесь запихнуть птериги под кутикулу нам важно именно отделить кутикулу от птериги а птериги уже оставить на ногте также сегодня хочу вас познакомить с каналом виктории денежкиной психолог коуч-специалист метода цру дистанционное видение автор и основатель программы личностного и духовного роста метод идир метод идир работает с подсознанием человека и быстро дает глубокие результаты которые по-настоящему хочет человек ссылка для перехода на канал виктории будет в описании под видео ну а мы с вами продолжаем обработку сейчас мы уже перешли к обработке фрезой пламя это диаметр 0 23 миллиметра фреза у меня от комисс чаще всего я использую именно эти фрезы так как у них такой полу тупой кончик и достаточно безопасный в общем поранить практически невозможно если кто не знает то у клиентов с сахарным диабетом очень плохо заживает любого рода раны трещины порезы поэтому с такими клиентами я работаю на 17 15 тысячах оборотов и очень маленькими коротенькими движениями совершенно без нажима просто прощупываю каждый шаг хорошо что эту клиентку я уже знаю знаю особенности и кутикулы знаю так скажем все изгибы поэтому мне это сделать не сложно но если вдруг у вас появится такой клиент помните что этих клиентов резать ни в коем случае нельзя ну конечно и других резать нежелательно но все-таки в нашей практике такое случается так вот с клиентами у которых сахарный диабет лучше этого не делать так как все это будет у них очень долго заживать и доставлять клиенту дискомфорт аккуратно обрабатываем также не забываем зашлифовывать боковушки и приступаем уже к срезу срезу также есть рекомендации мы срез делаем очень очень как будто мы крадемся где-то очень аккуратно очень нежно и даже иногда бывает за два раза чтобы не срезать сразу много здесь я срезаю колбаской только потому что еще раз повторюсь я хорошо знаю эти ручки но когда я в первый раз с ними работала я срезала за несколько раз то есть срезала первый раз вижу еще каемочку и до срезаю да может быть будет долго зато клиент будет вам очень благодарен никогда не шлифую таким клиентом фрезой шлифую обязательно силиконовым шлифовщиком он у меня серый достаточно мягкий аккуратно на форварде с минимальным нажимом я шлифую от одного синуса до другого и также шлифую боковушки видите я немножко развернула пальчик на бок и отшлифовываю все боковые валики кутикулу и сверху над кутикулой дальше мы берем базу сегодня выбрала базу от мальти не посмотрите у меня уже там совсем немножко осталось кисточку у меня овал четверка и первое что мы делаем это наносим праймер полностью на всю ногтевую пластину обычно я наношу только на то место где у меня нет старой базы далее мы берем кистью и наносим прямо маленький тоненький втаптывающий слой дальше все это просушиваем и наносим еще один тонкий слой базы после чего после просыхания этого слоя мы уже делаем выравнивание сегодня я выбрала камуфлирующую базу молочную с микро шиммером но если бы мы делали не камуфляж то мы бы также делали еще один слой базы то есть получается уже как бы третий с помощью таких слоев они лучше сцепляются с ногтевой пластиной плюс праймер дает хорошую адгезию поэтому ногти держатся отлично несмотря на то что клиент их подстригает хотя чего бы делать не стоит конечно скажите девочки давайте пообщаемся в комментариях напишите а какие у вас смешные ситуации с клиентами случается и что выкидывают они у вас будет интересно почитать покрываем все топом также от мальти не без липкого слоя топ имеет отличный глянец носится без сколов от слоек до коррекции не скалывается с покрытия для дизайна нам потребуется вот такой красивый темно-зеленый номер не показала но это нефрит номер 004 дальше с черный цвет под номером 501 и кисточка от рублев колонок она у меня мягкая но в принципе можно и любой нарисовать будем рисовать знаете в такой полу акварельной техники будем рисовать маки красный я смешала с топом и делаю на метку наших маков делаю знаете такой воздушной дрожащей рукой просушиваю в этот полупрозрачный красный добавляю капельку черного гель-лака и затемняю серединки и боковушку у закрытого бутончика дальше красным ярким я уже прорисовываю чуть-чуть один лепесток который у нас как бы вывернут и еще немного черным чистым затемняю серединку просушиваю и рисую вот такие вот изящные тоненькие темно-зеленые стебелечки также добавляю маленькую травушку муравушку просушиваю добавляю красные полупрозрачные точки и размывая их топом создается ощущение такого чего-то воздушного приятного не знаю мне очень понравился этот дизайн надеюсь вам он тоже понравится и после просушки покрывая все это топом топ сушу минуту очень часто и много вопросов поступает по поводу просушки базу я сушу обычно 30 секунд конверным методом а топ стараюсь сушить двойное время то есть подольше минимум минуту чтобы он имел хороший глянец и вот наш результат вот наше преображение надеюсь что оно вам понравилось и надеюсь что видео будет вам действительно полезным я очень стараюсь для вас поддержите меня лайками и комментариями с вами была татьяна сидоренко всем пока